В декабре в Саратовской области откроют новое производство. Об этом рассказали чиновники на заседании Совета по инвестициям. Завод по переработке резинотехнических изделий появится в Марксе. В первую очередь строительство позволит выйти на производственную мощность в 3000 тонн в год. Вторая линия добавит еще 2000 тонн. Первую очередь откроют уже в середине декабря. По словам инвесторов, производство абсолютно экологично и запуск завода позволит частично решить проблему утилизации резинотехнических изделий. Сегодня в России более 80% отработанных шин просто выбрасывают. Шины относятся к одной из опасных групп отходов. На сегодняшний день в России объем выбрасывающих изношенных шин составляет около 850 тысяч тонн в год. К 2015 году объем шинных отходов может достичь 935 тысяч тонн в год. По словам инвесторов, в Саратовской области им предоставили отличные условия для реализации проекта. А поэтому бизнесмены решили даже перевести все активы предприятия в наш регион. Помимо завода по переработке резинотехнических изделий, в ближайшее время в Саратовской области завершатся еще два крупных инвестпроекта. Оба они на территории Вольска. Это будет крупная швейная фабрика и завод по производству натурального восстановленного сока. Реализация проектов в реальном секторе – это не только инвестиции, рабочие места и налоговые отчисления, но и дополнительные шаги к решению государственной задачи импортозамещения. И все три обсуждаемые сегодня проекта этой задачи полностью отвечают. В завершении совещания губернатор Саратовской области призвал всех региональных инвесторов не гнаться за масштабными стройками. По мнению Валерия Радаева, основной целью должно стать соблюдение интересов населения на рынке труда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова